Открытый телеканал представляет. Почему написано, что не возлюби всех, а именно ближнего? А как ты еще можешь любить Творца? Нет такой возможности, чтобы любить Творца напрямую. Это иллюзия. На чем основан вообще вот этот закон возлюби ближнего? Кому он необходим? Он основан на главном законе, я бы сказал, единственном законе всего мироздания. Всей природы. Законе любви. Вы видите это как закон природы, не как просто какая-то этика поведения, правильного отношения. Природа представляет собой единую систему. Уравновешенную систему. Хотя нам и кажется, что иногда происходят какие-то совершенно непонятные действия, катаклизмы, взрывы и так далее. Но это все равно все входит в один общий закон полного общего взаимодействия. Неживое растительное животное человеческой природы и еще более и более высших слоев ее и низших слоев, которых мы не знаем. Там элементарные всевозможные силы, частицы и так далее. То есть все-все вообще построено на абсолютном взаимодействии, на абсолютной поддержке. И мы постепенно, постепенно в наших науках пытаемся разгадать вот это общее взаимодействие. Прийти к какому-то общему виду, форме, я бы сказал формуле, по которой взаимодействует вся природа, абсолютно вся. Но пока мы до этого еще не дошли. Но вообще, в принципе, это и является целью развития человека. Почему написано, что не возлюби всех, а именно ближнего. И вот это от ближнего, вот это слово, оно, мне кажется, путает, потому что каждый решает себе, кто такой ближний. И это уже как бы... Нет, имеется в виду абсолютно всех вообще. Причем это не имеется в виду даже людей. А любая часть природы неживая, растительная, животная, человеческая, они все входят в эту категорию ближнего. А, то есть ближний это не тот, кто мне близок там по духу, по идеям? Нет, нет. И тогда ты начнешь все это сортировать и отбирать, что ближе, что дальше. То есть каббала говорит, что ближний это... Все, что вне меня, должно быть моим ближним, я к этому должен относиться с любовью.